Кем ты станешь, когда вырастешь? Этот вопрос хоть раз в жизни задавали каждому человеку. Астрономам, танцорам, физикам все отвечали по-разному. С возрастом мечты корректируются в соответствии со спросом на рынки труда, модой и наличием бюджетных мест. О приемной кампании 2020 мы и поговорим сегодня. В гостях программа по существу ректор Чувашского государственного педагогического университета имени Яковлева Владимир Иванов. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия Олеговна. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Ну, сразу первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, о приемной кампании этого года. Какая она будет, как планируется? Ну, спасибо за предоставленную возможность донести информацию до наших будущих абитурентов. Но, прежде всего, Юлия, если бы позволить, я хотел бы поздравить всех нас, прежде всего, конечно же, выпускников разных лет педагогического университета, сотрудников педагогического университета, студентов, которые сегодня учатся, с замечательным юбилеем 90 лет Чувашскому государственному педагогическому университету имени Ивана Яковлевича Яковлева. Это очень большое событие для Чувашской республики. Конечно, очень большое событие для педуниверситета, для нашего коллектива. И я очень надеюсь, что абитуренты, которые к нам придут в этом году, это почувствуют, потому что, действительно, традиции очень сильные. За 90 лет сформировался очень сильный, мощный, хороший коллектив. И, конечно же, вот эта вся история послужит образцом или примером или возможностью для воспитания будущих педагогов. Ну, у вас 90 лет – это такой большой вообще срок, и очень много желающих к вам попасть и к вам поступить. Совершенно верно. Традиционно к нам поступают те ребята, которые выбирают профессию педагога. Это вот нас радует. И выбирают именно педуниверситет те выпускники, которые связывают свою судьбу Чувашской республики, своей родины. Это тоже очень большое достояние именно в плане будущего личности, личности учителя. И мы в этом году надеемся, несмотря на все эти ограничения, которые, к сожалению, возникли у наших абитурентов, и, конечно же, это все беспокоит нас тоже, мы справимся в том числе приемной кампании. Как она будет проходить? Как-то уже распланировали по датам, по времени, ну вот по... Ну, самое интересное то, что мы готовились уже несколько лет к тому, чтобы принимать в дистанционном формате документы у наших абитурентов. Это же хорошо, когда единый государственный экзамен ты сдаешь, можешь подать, не выходя из дома, документы во все вузы Российской Федерации, и в том числе Чувашский государственный педагогический университет. И мы планировали это запустить в этом году. Так случилось, что ситуация сложившаяся просто нас подтолкнула к решению этой проблемы. И сегодня абитуренты, выпускники нашей школы могут подавать документы онлайн, не выходя из дома. Педагогами, учителями идут не просто кто хорошо учится, это понятно по определению, выпускники, которые хорошие баллы получили на едином государственном экзамене, выбирают педуниверситет. Но еще, очень важно, они по призванию идут. Какие же это абитуренты, какие выпускники? Это кто любит детей, кто любит с ними возиться, кто любит с ними заниматься, а кто представляет себя учителем именно благодаря тому, что в его жизни этого выпускника оказался любимый учитель. Ведь это очень важно, когда у выпускника есть любимый учитель, и он хочет, подражает, идет по стопам своего учителя. На самом деле, очень много как раз педагогов и учителей, годы участников этого конкурса, кто говорит о том, что пошел в учителя по примеру своего педагога. Ну, вот не исключение и я, в том числе, я выбрал именно профессию педагога благодаря своим учителям. Я им очень благодарен. И я так думаю, примерно размышляет больше половины наших выпускников, вернее, студентов нашего педагогического университета. И общение с ними, это подтверждается. И очень рассчитываю, что выпускники этого года, несмотря на все сложности, на все сложности единого экзамена, по определению она сложная, и еще создались условия, связанные с ограничениями проведения самого экзамена. Я думаю, мы справимся, и мы поможем выпускникам определиться и правильно выбрать профессию. Педагогический университет проводит масштабные профориентационные занятия, это и какие-то адресные выезды в районы и так далее. Вот какие меры и механизмы задействованы сегодня, чтобы помочь молодому педагогу и вот именно в сельской школе, например? У нас есть адресная работа со школами, это вот педагогические классы. Вот, по примеру, и в других вузах это делается, университет Чечевашевым государством, это инженерные классы, аграрном университете, у них аграрные классы, у нас педагогические классы. Вот эта профориентационная работа совместная всех вузов со школами, конечно, дает результат. Какой результат? Возможность выбора. Выбора и правильного выбора, кто куда хочет поступить. Наверное, вот в этом смысл, а не в том, что приходите к нам, у нас хорошо, а именно помочь выбрать правильно. И я думаю, вот тот сайт, тот те классы, которые у нас... А в последнее время мы еще общий ресурс информационный создаем для выпускников, где те, кто уже определяется или определились выбором будущей профессии, могут зайти и, соответственно, еще лучше подготовиться к поступлению. Самое главное, поступить-то можно, а еще к обучению в педауниверситете. Это более важная задача. Многие как раз-таки, да, нацельны. Не знают, куда пойти, думаю, то и пойду, поступлю, и как бы на этом все заканчивается. А нет, там же еще пять лет учиться, и нужно быть готовым к тому, чтобы заниматься. Ну вот в этом ключе, я продолжаю наш диалог, хочу еще добавить. Последние годы педагогический университет изменил сильно содержание подготовки. В чем изменение? Именно практика-ориентированность. Если студент учится пять лет, почти, даже больше одного года, это практика. С первого курса студенты начинают уже проходить практику. Я думаю, это тоже очень хороший показатель для того, чтобы себя чувствовать уверенно, во-первых, потому что поступить, а потом дальше учиться, именно если ты себя уверенно не чувствуешь, это тяжело. Ну и самое главное, сопровождение наставников. Вот на практике что происходит? Это соприкосновение нашего студента с опытным педагогом. Это вот гораздо дорогого стоит. И самое главное, внимание. Внимание к студенту со стороны опытных педагогов это вот лучший способ передачи опыта и знаний. Ну это как раз. И на все ошибки укажут, и помогут, и подскажут. Ну всякая лучшая просто бумага. Ну в реальной действительности, совершенно верно. Уже говорили про сайт приемной комиссии. Есть определенное количество мест для приема на целевое обучение. Вот в чем особенность, преимущество такого обучения, на ваш взгляд? И вообще, кто может претендовать на такую форму обучения? Ну, целевое обучение это очень хорошая форма для того, чтобы осознанно идти в профессию через педагогический университет и дальше уже гарантированно поступить на работу. Но здесь я о чем хочу сказать. Вот за последние годы не уменьшалось количество бюджетных мест в вузах в Чувашской республике и в том числе в педагогическом университете. Более 700 бюджетных мест в этом году для выпускников. Соответственно, это хорошая цифра и возможность поступить к нам. Я уже не хочу говорить о том, что конкурс большой, не хочу пугать наших обучений. У вас конкурс большой, это мы знаем. Но здесь даже проблема не в конкурсе, а в том, что если студент, выпускник хочет поступить к нам, у него такая возможность есть, если он хорошо учится. Но самое главное, есть возможность выбора профессии и дальше сопровождения, я об этом уже сказал. И я очень рассчитываю, что в этом году к нам поступят и не только на целевое, а еще и на бюджетные места. А целевое обучение, какие преимущества, это еще плюс социальная гарантия. Вот есть районы Чувашской республики, которые еще выплачивают дополнительно по 2000 ежемесячных стипендию своим целевикам, как мы условно их называем. А со своей стороны педагогический университет дает еще второе образование в рамках вузовской программы, еще второй диплом мы даем именно целевикам в первую очередь за счет средств вуза. То есть, если вы выбираете профессию учителя начальных классов, вы можете стать дефектологом, вы можете стать психологом, параллельно получать, или, кстати, получить знания иностранного языка. Это тоже хорошо. Владимир Николаевич, а вообще, вот уже более двух месяцев обучение проходило в дистанционном формате. Вот как-то сложно, не сложно было? Как вообще справились? Потому что все равно так неожиданно это все случилось. Ну да, сейчас анализирую вот этот этап, уже начинаешь понимать, что мы где-то были готовы к этому, где-то нет. Вот могу подчеркнуть, по большей части мы сложных проблем не испытывали, потому что последние годы мы разрабатывали электронные ресурсы, полностью оцифровали библиотеку, и цифровая библиотечная система была сформирована. Сформирована образовательная программа, раздаточный материал для организации учебного процесса. У нас своя студия есть, где записываем мы лекции. То есть, мы уже делали шаги. И первая неделя, конечно, было шоком, и нам пришлось резко перейти на такой режим работы удаленной, из дома, преподаватели из дома, каждый самостоятельно. Студент далеко. А мы привыкли в глаза в глаза, что называется. И сейчас скучаем, кстати. Возможен ли такой симбиоз дистанционного обучения и такого глаза в глаза? Или все-таки, когда все закончится, перейдете опять на предыдущий формат? Ну, конечно, никто никогда не сможет отменить, что называется, глаза в глаза. Но то, что мы освоили опыт богатый, конечно, будем использовать. Уже немножечко сказали о том, что у вас юбилей в этом году, 90 лет, педагогическому университету очень здорово. Такая круглая, круглая, красивая дата. Какие планы на будущее? Каким видите следующие 10 лет? На что вообще нацелены? В ближайшие 10 лет я вижу очень большие перспективы. Я уже сказал, прежде всего, престиж профессии учителя меняется. Общество все-таки с вниманием относится к профессии врача. Сегодня мы почувствовали, насколько важен врач. Мы почувствовали и почувствуем еще, насколько важен учитель. Потому что вопросы воспитания становятся на первый план. Понятно, преемственность, преемственность поколений, преемственность педагогического образования, стажировки и внимание ветеранам педагогического труда, учителям, которые передают опыт. Вот я вижу в этом взаимодействии перспективы. Владимир Николаевич, большое спасибо, что нашли время, что пришли к нам в студию. Еще раз поздравляю вас с таким крупным юбилеем 90 лет педагогическому университету. Желаю дальнейших успехов вам будет. Спасибо большое. Спасибо вам за поздравление. И, конечно, я передам все слова благодарности от вас и нашему коллективу. Спасибо. А я напоминаю, в эфире программы «По существу» мы общались с ректором Чувашского государственного педагогического университета имени Яковлева Владимиром Ивановым. Редактор субтитров А.Семкин